Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков сегодня мы с вами прогуляемся от Пятачка в сторону Черемушек. И нашей конечной целью будет улица Новороссийская, дом номер 10. Итак, друзья, это Пятачок. В эту сторону идет улица Краснофлотская. А это улица Латышева. И нам с вами сюда. Улица Латышева. Дорогу уже здесь сделали. Если честно, друзья, то на Черемушках я бывал очень редко. И то проездом. Поэтому в помощь буду использовать карту в интернете. В той стороне находится новый жилой комплекс. Но мы с вами туда прогуляемся в другой раз. По-моему, в эту сторону идет улица Новороссийская. Почему я не уверен? Потому что не узнаю район. Много домов посносили. Да, скорее всего, это Новороссийская. Здесь сняли асфальт. Возможно, здесь была плитка. И будут ложить новый. Да, райончик здесь, конечно, покинутый. По-моему, вот этот дом, два этих дома, наша цель, друзья. Интересно, я туда проберусь как-то. Улица Новороссийская. По этой улице я проходил, по-моему, пару раз всего в своей жизни. Да. Район вообще не узнать. С правой стороны это детский сад. Его уже восстановили. Детский сад номер 117. Да, это дом номер 8. Здесь уже поменяли стекла. Но фасад еще не трогали. Но раз мы уже с вами здесь, друзья, посмотрим сначала на дом номер 8. А затем перейдем к следующему. Во дворе ничего не делали еще, видно. Дом номер 10, друзья. Монтаж стекол уже был произведен. Добрый день. А вы местные? Ну, отсюда, из этого дома? Нет. По ремонту делается что-то в восьмом доме? По дому что-то делают? По ремонту? Да, уже закончили. Закончили капитальный ремонт или что именно? Восстановительный. Восстановительный. А что сделали? Окна и что еще? Окна, двери, батареи, отопление. Окна, двери, батареи, отопление. То есть и бойлеры поменяли, да? Не поменяли, а раздали. Раздали. А, я понял. Ну, в целом, электричество все есть, да, в доме? Да, проводку провели. Новую проводку. В коридоре. В квартирах. А, только в коридоре. Ясно. Счетчики. Счетчики, понял. Спасибо за информацию. Всего доброго. Это была информация по дому номер 8, друзья. Сейчас мы идем к дому номер 10. Под домом лучше не ходить, чтобы на голову ничего не упало. Я обойду. Кстати, друзья, заглянем со стороны на территорию детского сада номер 117. Да, на территории детского сада уже чисто и красиво. Прямо перед нами школа номер 15. Над входом школы написано «Будущее здесь». Школу уже тоже привели в порядок. Наша конечная цель, друзья, дом номер 10. Нужно найти местных жильцов. И я вижу дедушку. Сейчас пообщаюсь с ним. Добрый вечер. Добрый вечер. Восстанавливают дом. Да, да. Приводят в порядок, да? Что там делают? Газ дали. Газ дали. Газ дали. Хорошо. Этого месяца, августа. Электричество есть? Есть. И давно есть. Батареи меняли? Отопительные. Да. Бойлер. Что-то делали по проводке? Бойлеры тоже поменяли. Как старые забрали или дали просто новые бойлеры? Ну, у нас был, кого-моему, и не было. Ну, нам тоже и дали, и старые. Ну, давали, всем давали, я так думаю. Хорошо. И газовые счетчики тоже, кого не было, поставили. У нас был, так не стали менять. А у кого нету, поставили. Все нормально. Но не сказать, что потрясающе, но не... Понятно. Двор такой в запустении, да, конечно? Еще приводить в порядок тут очень много всего. Только покосили, погребали сегодня. Ну, постепенно доводят до ума, так говорится. Но когда быть концовка, это неизвестно. Неизвестно, да. Жильцов не так уж много, мало людей. Но и квартиры погорели вообще полностью. Есть такие, что частично разрушены. А есть вообще, что повыгорали капитально квартиры. Когда будет восстанавливать. Ну, те перегородки ставлю, все это, только штукатурку не делали. На четвертом этаже даже новые плиты. Не на пятом, а на четвертом даже плиты поменяли. Повыру были, как-то мудрились там заливать, там. Но поделали плиты, перегородки ставлю их капитально. Только штукатурки никакой еще нету пока. Пока нету. Ясно. И все сразу. Работает очень много, людей работает мало. Так что быстро не погонишь. Работать в основном же наемные. Потому что нашим некогда, украинской молодежи, и не хочется. А чужие делают, они только поглядывают, когда же. Так когда же они зро, блять. Да, да. Поняли, да? Было желание у людей работать. Вот. Верно. Было желание. Все верно. Я тут удивляюсь. Ну, пенсионеры, ладно, там, понимаешь, курят, пьют, ладно. Но удивляюсь, молодые ребята, вижу, ходят здоровые парни, 30-40, 45 лет, ходят так, курят пиво, водочка, пиво, водочка. Я удивляюсь, что за что пьют? Где они шансы берут? За счет родителей и родительской пенсии, или за счет чего? Мы старые сбережения, какие хорошие, довоенные, может быть. И то, что-то трудно верить. Да, я тоже сомневаюсь в этом. Здесь мужики отработают, я говорю, спрашиваю, Украина, нация, держава. Я говорю, что нация, это точно, что Украина, нация. Говорю, запоминайте, говорю, длинное слово, но запомнить надо. Говорю, Укр, хахло, быдло, алкоголь, нация. Капитально. Вот так вот. Капитально. Все зависит очень много от жителей, ну, от самих людей. Полностью с вами согласен здесь, абсолютно. Недобросовестное отношение ко всему. И к работе, и к кружайшей обстановке. Так у людей наплевательские отношения. Я говорю, освободил урну, освободил урну. А то пришли, посидели, пиво попили. Бросил сигареты сюда, водка или еще бутылки сюда, или так, кинул. Рядом урна. Ну, что за, неужели дотянуться два метра, или поднимись пару шагов, сделай. Так же там, так сказать, накидают, нашвыряют. Какие люди какие-то стали они. Или за счет этой войны, так сказать, грубо, скурвились люди, или как-то объяснить, не знаю. Ну, какие-то так-то. Все по херу, по барабану. Как вам, пенсию платят? Так точно платят. Вовремя платят пенсию? Да, да. Вот это, правда, дочка в городе, в другом месте живет. Она говорит, какие-то слухи ходят по поводу пенсии. Какое там вводят, какое-то новшество. А какое, я не знаю. Или ввели уже, или только-то, вот-вот ввели, или вот-вот введут. Знаете, вот здесь вот черт отражается, женщина. Она с высшим образованием, и такая пробивная. Она везде. Вот это единственное, она сейчас задомала. То в ЖЭК поедет, в Рейсполком поедет, туда-туда. Вот добывалось все, чтобы свет дали, чтобы газ дали побыстрее. Она одна. А то никому ничего не надо. Никому ничего не надо. Так я ей позвоню, у меня телефон есть. Она всю обстановку знает. Наружную, так сказать. Я обычно получал 16-го. Так я могу получать, ну, если 16-го, в тот день, то обычно тот. Обычно, обычно, там, столпотворение. 17-го, 17-го, 19-го. И я туда второй или третий. Ну, все без очереди. Ну, получается, две кассы. Одна именно в то, что сегодня. Кого? Там 20-го и 20-е число. Одна касса. А кто уже, ну, как бы, попозже. Прошли в одни получения. Вторая касса. Я приду. Один, два человека или три. О. Это здесь вообще я хожу только на костылях. А видишь, что я вообще на костылях. То и эти два, три человека меня пропускают. Пропущение получили. И пошел. А так спрашивают. А так, дед, ну, как дела? Так, говорю, как? Я говорю, нормально. Чуть-чуть, говорю, хуже, чем у Порошенко. У него 4 тонны передавали денег. А мне, говорю, чуть-чуть меньше. Все нормально. Ну, я стараюсь вот так. Возьмите вам на молоко, на хлеб. Возьмите, пожалуйста. Если бы я знал, я бы взял продуктов, честное слово. Вы сами выберите, что вам нужно будет. Спасибо, дай Бог, здоровья. И чего вам хочется, и побольше. Меня Игорь зовут. Очень приятно было пообщаться. Спасибо большое вам. Ну, я так... Фамилия моя... Ну, я всем говорю, у меня фамилия белорусская. Подскажите, пожалуйста, где-то поблизости магазины рабочие есть? Магазин какой-то. Пищевой? Продуктовый, да. Так, я сейчас посоветую. Здесь несколько магазинов. Ну, то мы местные, мы знаем. Вот это идти так прямо. До дороги. Как вот люди ходят. До Латышева, да, получается, выходишь? Идти, идти, идти. И потом будет поворот направо. Да. И налево. Но лучше поворот налево. Там, напротив этого садика, открылся новый магазин. Гармония вкуса. Там и свободно, ну, людей нету. И, ну, как бы, дешевле. И в основном товар завозят, как бы, в Тагонорога. И подешевле. И еще уже потом, по той центральной, там есть такой, называется, в сторону этого пятачка. Называется оранжевый. Ну, там подороже, там немножко не то. Ну, и опять же, под подороже, вниз туда балки почти. Там еще есть магазин такой, называется, колбаскино. Там тоже цены были нормальные. А вот это, что я говорю, идти и до забора, и налево, и напротив садика. Хорошо. У вас холодильник работает? У нас? Да. Пока работает. Продукты можно ложить в холодильник, все сохраняется. Не, ну, свет есть, это тот. А родня ваша недалеко от вас, да? Помогают вам? У меня... Я с сыном живу. А дочка там на торговой. А старший там, почти возле дедушки Путина, на Шпицбергене. Я понял вас. На Шпицбергене. Не первый и не второй год. Несколько лет уже там он, как бы, просох возле этих белых медведей. А сын работает? Что он, чем он занимается? Да, да, работает он. Где-то или металлосвалка, или металлоприем в городе центральный какой-то там, где-то он работает, да. Пока работает, как он дальше будет, но пока работает. Я говорю, что... Главное, что у меня, говорю, что... Что у меня, что как бы чуть-чуть хуже, чем Порошенко тот. А это же фамилия этого супруги Порошенко, так же? Да, да, да. Он сам из Израиля, да. А точнее ее... Ну, фамилия... Любая украинская фамилия, если фамилия заканчивается на О, это чистокровный, вылитый украинец. Чистокровный. Такие фамилии, например. Слабо Дрищенко. На О заканчивается. Да. Понял. А у него... У этого Порошенко, у него натуральная фамилия... Тоже на О заканчивается. Он как бы подукраинец. Да, да, да. Только, как говорит, фамилия тоже. Пидоросенко Пидераст... Пидерастович. Да, с юмором у вас все четко. Супер. Я всегда такой. Класс, класс. Я стараюсь не падать духом, а если когда так скользко, что падаю брюхом. Да, да. Так что берегите себя. Сейчас такое время, что беречь надо себя, потому что мало кто сильно поможет. Сам за себя поболеешь, сохранить себя, значит, поживешь. Да, знаю. А так, пьянка-то, курва, как передали. Ну, это в России, что же. Россия передала. Горячет, как вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я не курю. А если... И пью очень редко. Если и пью... Пиво, я говорю, я вообще говорю, лошадиную мочу не пью. А курю я говорю, сушеный навоз я говорю, не употребляю. Четко, четко говорите. Четкие слова подобраны. Все верно. Очень грамотный вы человек. Очень. А, да, я говорю, в кого не спрашиваю, у меня телевизор не только радио, ну, разные там каналы, ну, в основном, Россия, 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 разные там. Спрашиваю, где сейчас Порошенко? Израиле он, Германии. Где он сейчас пропадает? В Швейцарии или где он с натуры? Ну, что здесь нет Украины, так это не сто тысячи процентов ранде, что его сейчас нет в Украине. Никто ничего знает. И по радио нигде никто не заикнется. Война там, 14 страна, там Майдан там, туда-сюда, то-то. Никто не заикнется, как будто бы его и не было. Да, да. А чего так, я не знаю. Я тоже многого не понимаю, но... Почему так, не знаю, что... Да. Вот такие делишки, так что... Пойду я. Ну, я думаю, мы еще увидимся. Я еще приду как-то к вам пообщаться. Да я здесь не часто бываю, конечно. 20 лет нету супруги. Я сама искупляюсь, готовлю, убираю. Так что я то на кухне, то в спальне, то там. Ну, выхожу, когда позагорать, там, туда-сюда. Я здесь, что, где порядок какой-нибудь, никому ничего не надо. Ну, все, счастливо. Да, до встречи. До встречи. Берегите себя. Взаимно. Да. Взаимно. Пожалуйста. Пожалуйста. И за это тоже... Да, это мелочи. Это мелочи такие. Всего доброго вам. Ну, все, пока. Да, друзья. Очень приятное было общение. Очень классный мужик. Душевный. Жаль людей. Очень жаль. Особенно стариков. В общем, сами все слышали, друзья. И видели. Всем мира и добра. До скорой встречи. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok